При мне вырывали мансардные окна? Блин, да его еще пять раз можно поставить. С ним никаких проблем, если нормальное фирменное окно. Стоит как мотор от Гелендвагена, от нового. Но, блин, выглядит просто божественно. Есть такая современная классная штука, как мансардные окна. Всем рекомендую. Для мансард вообще прям топовое решение. А сегодня я расскажу про основные косяки мансардных окон и о том, как их не допустить. Самая большая проблема в том, что эти окна требуют определенной квалификации при установке. Вы можете взять в интернете, найти ролики, как ставить эти окна. Даже на том же ютубе есть видео, где это показано неправильно. Бригадир у меня находил видео. Говорит, я вот так сейчас сделаю. Я говорю, ты что, с ума сошел? Тут вот-вот-вот-вот проблема. Это нельзя так делать. Говорю, вот инструкция есть. Говорит, в инструкции примерно то же самое написано. Смотрим, реально примерно то же самое. Но есть вот мелкие нюансы. Там всякие плашечки, где что, как проклеить, как правильно пленочку надрезать, завернуть кровельную пленку. Как правильно поставить оклад, что в какой последовательности, куда замкнуть. Вот на каждом этапе можно очень круто обосраться. Поэтому, если вы никогда не ставили сами мансардные окна, у вас рабочий, который первый раз в жизни видит эти окна, но говорят, а если мы сейчас все поставим, вопросов не будет, блин, я бы задумался, стоит ли это делать вот этими руками. Даже инструкция на окне, скорее всего, не поможет и будут допущены ошибки. Лучше всего заказать кого-то, кто профессионально ставит эти окна, ну или тупо обратиться к нам и построить сразу дом с этими окнами. Проверить квалификацию строителей очень просто. Ну, во-первых, надо спросить, вообще ставили они или не ставили. Спросить, какие марки есть, как они называются, какие-то нюансы уточнить у них, если они назовут, как это делать правильно. Тогда, условно, можно доверять. Крупные компании строительные, которые занимаются этим профессионально, или оконщики, которые это постоянно монтируют, у них обычно есть в наличии сертификаты. Сертификат, это, конечно, не панацея, но он все-таки дает хоть какую-то гарантию, что человек вообще там хотя бы сидел в этот момент в кабинете, где рассказывали, как монтировать эти окна, и, в принципе, там что-то услышал наверняка. У нас в стране два производителя таких окон, на F и на V. Они проводят обучение, они выдают эти сертификаты, и желательно нанимать людей, которые имеют эти сертификаты. Вот у нас, например, такие есть. Второй минус этих окон – это цена. Естественно, это все производится за границей, в Европе, как правило, или европейские производства в Китае есть. По сравнению с обычными окнами фронтонными, это все стоит, конечно, очень дохрена. Поставить нормального размера мансардное окно не самое дорогое, такое среднее руки окно, без всяких шторок и всего остального прибамбасов каких-то, будет стоить примерно 100-150 тысяч рублей. Мы говорим не про самое маленькое окно, а про то, которое имеет смысл стать. Примерно 80 на 120 сантиметров, лучше на 140. Вот готовьте примерно от 100 до 150 тысяч, в зависимости от того, сколько там стеклопакетов, какой производитель, как ставить, в какую кровлю и так далее. Это мы говорим о том, если мы ставим это окно в дом, который мы строим. Если же дом уже построенный, и вы хотите туда воткнуть окно, которое там не предусмотрено, то это может стоить и подороже. Потому что тут сильно все зависит от квалификации того, кто будет ставить, от того, что там сделано, какие надо работы по модернизации стропильной системы делать, что там нужно делать с кровлей. То есть тут очень много нюансов, которые очень круто увеличивают эту стоимость. Да, как бы не дешевое удовольствие, но реально удовольствие. Это классный вариант для мансард. Да, это под ключ. 150 тысяч это окно, оклад, прозрационный оклад, утеплитель, комплект монтажный всякого-то ерунды. Это руки, доставка, подъем его, выпил там дырок в кровле. Есть такая классная штука, вообще моя любимая. Хочу кому-нибудь продать всегда. Это окно-балкон. Это такая хреновина, огромная прям в пол. Верхняя часть створки открывается вверх, низ открывается как ограждение балкона, и у тебя такое окно-балкон. Охренительное решение. Стоит как мотор от Гелендвагена, от нового. Но, блин, выглядит просто божественно. Еще один неочевидный минус, это необходимо правильно выбрать место установки этого окна. Вы можете поставить окошко, как-то там условно. Потом поставить туда кроватку, спать спокойно. И так солнышко восходит, и в 6 утра вам прям сквозь это окошко в лобешник будет светить солнце вот так вот прямиком, без всяких вообще преломлений. Это можно решить, установка всяких шторок дополнительных, или там, я не знаю, там затонировать. Можно зачем затонировать окно, если у вас оно для того, чтобы там свет был. Еще один прям вообще минус, который просто, наверное, ставит крест на этих окнах, особенно где-то за городом, где вы в лесу живете, или около водоема, это практически невозможно поставить москитную сетку. Большинство окон среднеповоротная система открывания, то есть за среднюю ось она поворачивается. Когда вы открываете, край окна вваливается вовнутрь, и внешняя сторона тоже вываливается наружу, за пределы кровли. И получается сетку поставить некуда москитную. То есть надо какую-то тогда, не знаю, там тряпку, марлю натягивать, или что-то еще. Даже, допустим, если вы откроете не сильно окно и задвинете сеткой, то вам надо каждый раз эту сетку двигать куда-то, потому что ручка-то там внутри находится. То есть, чтобы открыть окно, нужно отодвинуть сетку, открыть окно чуть-чуть, задвинуть сетку. То есть это определенное неудобство. Но эта проблема может быть решена выбором чуть-чуть более дорогих окон, у которых верхнеповоротное открывание. То есть хвост смещена наверх, и они открываются полностью просто наверх. На весик получается. Вот его открыли, задвинули, полностью открыли, все, у вас открыто окно. Но проблема, естественно, того, что надо куда-то сетку двигать, она все равно остается. Снаружи вы сетку поставить не можете, потому что это все все равно на улице открывается. По поводу монтажа есть два варианта. Первое, когда мы строим дом. Мы сразу в проекте предусматриваем место, расстояние между стропил, все перемычки, все предусматриваем под конкретный размер окна. Если вы хотите поставить в уже какой-то имеющийся дом, который не предназначен, построен без учета наличия с массажных окон, то поставить тоже можно. Но тут нужна прям X7 квалификация, потому что это надо разобрать отделку, разобрать крышу, сделать так, чтобы, когда вы будете вставлять окно, если вдруг нужно резать стропильную систему, порезать ее так, чтобы она вам там вовнутрь не упала. Естественно, зимой это не надо делать, когда снега лежит вокруг тонны. То есть аккуратно это все сделать. Восстановить утеплитель, восстановить пароизоляцию. Правильно, да, все завести на оконный оклад эту пароизоляцию. Правильно все смонтировать. Правильно сделать монтаж снаружи. Это самое сложное. Поставить монсердное окно в готовую кровлю. У тебя доступа нет ко всему. У тебя крыши полно. Особенно если это битумная черепица, ее вообще там как бы сложно оторвать, отклеить. Несколько раз люди звонят, вот у нас мансардные окна простояли 10 лет, потекли. Не окно течет, не само окно. Течет вот это место примыкания, которое, видимо, подверглось какому-то износу. Смек, когда попадает, замерзает, начинает что-то отрывать. Водоотведение сделано неправильно. Там листовой что-то забилось, налипло вот этого всякого мусора. И раз там пленка порвалась, или там примыкание какое-то погнулось, и начинает где-то засочиться. В принципе, это все лечится. Потому что само все окно, вот сколько мы вырывали, вот при мне вырывали мансардные окна. Блин, да его еще 5 раз можно поставить. С ними никаких проблем, если нормальное фирменное окно. Идея такая, что надо попасть на крышу как-то, с нее не свалиться, сделать там работы, часть листов металлочерепицы снять, или часть битумки отклеить, поправить все и поставить на место. Это, в принципе, дорогие кроильные работы, которые требуют не просто кроильных навыков, а вообще больших достаточно навыков. Специфика нужна своя. И самое главное, с собой нужно кучу всего привести. Нужно иметь какие-то планки запасные, герметики, ленты специальные, клеящиеся кроильные. Это дорогое удовольствие. Это не просто там окно поменять в стене. Это гораздо дороже все стоит. Но, тем не менее, реально решаемая проблема. Можно ли сделать крышу целиком из стекла? Дорого. Вот китайский мост весь из стекла. Еще там рисунки в стекле нарисовываются, когда он трескается. И там народ прям там обсирается. Ну вот, они за ручки хватаются. Вот. Это же стекло. Стекло очень крепкое. А если у вас там триплекс многослойный, качественный, его еще хрен разобьешь. Еще один минус. Ну, точнее, многие считают его за минус. Что эти окна невозможно помыть. На самом деле это не так. Расскажу один маленький лайфхак. Почти все окна имеют среднеповоротную систему открывания. То есть, оно берет и относительно серединки поворачивается на 180 градусов. И его мыть еще проще, чем обычное стеновое окно. Никаких проблем с этим вообще нет. Зачем нужны мансардные окна? Во-первых, это очень классное освещение. Сквозь такое окно света приходит больше, чем через обычное фронтонное окно, да еще у которого там свес, например, закрывает кровельный. Такие окна просто незаменимы. Например, одноэтажный дом с мансардной. И он длинный. И у нас есть в середине помещение, холл или еще что-то. Там нет места для окон. И, например, кукушку вы делать не хотите. Ну, там третий фронтон. Потому что там куча всяких примыканий из кровли. Сейчас, наверное, мансардное окно нормальное, большое. По цене будет сопоставимо, что сделать эту кукушку. Но мансардное окно круче. Мансардное окно – это реально классно. То есть, ты вот чпок в готовую крышу, воткнул, не надо разбирать все это дело. Там вот перестраивать стропилы. Просто врезал, все. У тебя появился свет в какой-то вот замкнутой зоне, например, в холле, в лестничном, где нет окон, в принципе. У тебя слева помещение, справа помещение. И с двух сторон крыша. Ну, допустим, надо поставить окно 80 на 120. Большое, хорошее окно. Это надо тебе всего одну стропилку. Бздыньк, и все. А когда ты делаешь вот этот третий фронтон, кукушку, там можно так набздынькать, что и у тебя конек упадет вовнутрь. Если мы возьмем, допустим, маленькое окно, там 55 на 70, то, как правило, все стропилки ставятся через 60 сантиметров ноги. И такое окно можно поставить не вообще не выпиливая ничего. Только отделку снять, утеплитель снять и со стороны кровли что-то вырезать. А сама несущая система стропильная, она вообще никаким воздействием не будет подвергаться. Тут проблем никаких нет. Но в чем минус маленького мансардного окна? Нормально утепленная мансарда, это толщина вот этой конструкции мансардной крыши, это примерно сантиметров 35, не меньше, как правило. 250 утепления, вентозазоры, обрешетка, кровля толщины имеет, внутренняя отделка. Еще там по обрешетке, там спокойно вот такой пирог получается. И ты в него поставишь узенькую такую бойницу, в которую свет видно, только если прямо напротив нее встать. А чуть влево-вправо, там все, ее не видно саму-то, эту дырку будет в стене. Поэтому надо ставить сразу нормально, там сантиметров 60-70 на метр 20, на метр 40. Тогда это имеет смысл. Тогда и выглядит круто. Если поставить достаточно низко его, то есть не наверх задирать, а ниже, то и даже дорогу будет видно перед домом, если достаточно низко опустить. Открываешь, хрена кружишь туда, и в поле по кабанам закрылся, и никто не знает, откуда стреляли. Еще один классный плюс у окон мансардных. Офигенная вентиляция. Во-первых, просто открывая окно на мансарде, особенно если их два по диагонали, весь мансардный этаж проветривается, прям вот так вот, прям только открыл, прям. Во-первых, это дырка большая достаточно. Во-вторых, это по скатам кровли расположено. Там на высоте ветер гуляет уже нормально, и он прям залетает туда, только в путь. Плюс у нормальных окон, если мы не берем прям самые дешевые комплектации, а все-таки окошко такое чуть дороже, чем самое дешевое, у них есть вентиляционные клапаны, регулируется там сверху, снизу бывает. Плюс у него есть режим такой тоже, как бы микропроветривание, два режима открывания. То есть ты его как бы приоткрыл, чуть сдвинул и еще раз закрыл. В него дождь не попадает, но щелка появляется такая многозначительная, через которую идет тоже дополнительная вентиляция. Так как, я повторюсь, там на кровле все-таки ветровой напор присутствует, сквозь него очень хорошо все вентилируется. По поводу видно небо, не видно, это на самом деле классно. Когда вот мы, городские жители, когда ты сидишь, спишь в квартире, там в окно смотришь, у тебя тут бетонная какая-то халупа построенная, там в советских времен. Ну реально это все надоедает. Когда ты лежишь на кровати, на мансарде, у тебя такое окно, у тебя тут березы колыш, тут птички летят, срут тебе на стекло. И единение с природой вообще класс. Лежишь прям и балдеешь. Просто можно везду смотреть. Классное решение. Кстати, о том, что окна холодные, это заблуждение. Даже самый тонкий стеклопакет, однокамерный, тепло держит просто охренительно. Что тепловизором мы проверяли, что просто по ощущениям вообще не хуже, чем двухкамерный стеклопакет, пластиковое окно обычное. Лежит снег, шапка на этом стекле, вот с улицы заходишь, там вот так снега. Никаких вопросов нет. Ничего не тает, не течет. Это однокамерный стеклопакет, там что-то там полтора сантиметра всего. Отлично все работает. А почему вы до сих пор себе не поставили такое окно? Напишите нам в комментариях. Монсердные окна вам впаривал Филипп, ставь лайк, если впарил. Если не впарил, все равно ставь лайк, потому что ты устоял. Субтитры сделал DimaTorzok